У нее нет подоконников, поэтому я ей сажу. Поэтому, кто может, можно, она сейчас уйдет, потом, днем, если есть время, после занятий. Кто знает, где она живет, то есть она там уже дома будет встретиться. Так, шофера, поднимите быстро руку, кто это сделает? Книги и раздадут. Дети у нее есть сейчас? Не, 2000 километров, сколько там? Ну, километров 100 больше будешь. Ну, я могу сейчас ему везти. Как же я далеко? 50-100? Ну, за власикой там. Сколько? Ну, как же это? В один конец, сколько километров? Километров 20. Ну, давно прям 20. А почему ты не знаешь? 30 километров. Сколько? 4 упаковки. Подожди, сейчас поясню. Вот, заметьте, она не знает сколько. Сколько лет ты там уже живешь? Мы на автобусе ездим. Я спрашиваю, сколько лет живешь? Какая разница? 10. Ты могла подойти к шоферу и сказала, скажите, пожалуйста, сколько километров, мне надо знать до дома. Ты могла подойти. Шофера с тобой ездят. Вот я живу здесь. Но мне каждый день надо было утром ходить в Алтайскую правду. Ну, какое расстояние? Я иду и считаю левые шаги. Раз, два левые. Посчитал. Сколько на университет, у меня все записано. Теперь другим путем пройти. И, наконец, я нахожу, что на 100 метров ближе. Я тем путем начинаю ходить. Все расстояния в городе я промерил. У меня машины нет. Шагами. Жил на второй строительной, да сколько до храма, сколько до баптистов, где до работы. Все у меня было вымерено. Почему вы неинтересно так живете? Твои ноги, твоя работа, твой дом. Я нигде этому не учился. Я просто понимал. Нужно искать рациональное, самое легкое. Это мои ноги. И почему я длинным путем должен идти? Начинают спорить. А я встал и говорю. А вот расстояние в лагере до пирса, где костер идет, до деревни, до колодца, у меня все шаги замерены. И никто этого никогда не делал. Самый короткий путь. Теперь вокруг лагеря оббежать надо три раза, если забывает одежду. Сколько это будет вокруг лагеря записано? Сколько за платочкой оббежать до тополей записано? И поэтому я вижу расстояние одинаковое. Тебе что лучше, три раза оббежать или туда оббежать? Вы не можете этого предложить. Чего вы так живете бедно-то? Если отсюда ехать, до поселка Лесной, то 30 километров. А если ехать от Попова, то километров 15. Вот так. Услышала? Чужие рассказывают, как к твоему дому леши добраться. Нормально? С высшимым названием. Да ты ветеринар. Ты должна знать до каждой коровы, сколько шагов. 16, вы согласились. Я подвезу их. Все. И награда Виктора Игорева. Потом поищите. Скажите, о чем сегодня первая проповедь, брат Игорь, прочитал? Кто поднимет руку, чтобы точно сказать, о чем проповедь была первая? Об обличении. Так, поподробнее чуть-чуть. О том, как страшно не обличать ближних. Так. Останьте сюда. Нужно обязательно, если ты видишь, что брат твой согрешает, нужно обязательно его обличить, чтобы эта зараза не пошла дальше, чтобы не заразились другие люди. И чтобы человек подошел к покаянию. Вот так. Она правильно ответила? Да. Почему другие не отвечаете? А тема была очень животрепещущая. Я тебя спрошу сейчас конкретно. Дорогая сестра. Скажи, кого, когда ты обличала своих братьев и сестер за свою жизнь? Кого обличала? Ну-ка, поднимись. Я всем разговариваю. Подним, повернись сюда, чтобы тебе видно было. Вот туда, повернись лицом. Ну? Оля, кого ты когда обличала в жизни? Никого никогда или еще молчишь? Это сама скромность. Не понял? Погромче еще-то тихо. Ну, говори, нет или да. Ну, садись. Зачем тебе это надо? Ты ничего и просто не видишь, что делается. Я просто тебя спрашиваю. Я по порядку буду вас спрашивать. Сестра, кого ты обличала за это время? Я тебе могу сказать, что ты обличала. Да не буду спрашивать. Так, ты кого обличала когда? Мать, отца, сестру. А? Мать, отца, сестру обличала. Ну, значит, было такое. Ты кого-то обличала хоть раз? Всех обличаю и получаю. Вот обличала, видите? Ну, все-таки не все. Получаю. Так, поднимите руку. Всех обличаю и получаю, говорите. Ну, это законно. Нормально. Своё, не чужое. Кто ни разу никого не обличал, находясь в общине у нас? Поднимите руку. Вон, Вася. Вася, это абсолютно точно. Поднимись, Вася, встань. Подними голову, ну что ты, ну как, монах. Все, садись. Так, Зоя, а кого ты обличала, ты не встала? Ну-ка, объясни. Да никому не обличала. Кого? Никого. Да почему не встала? Ты не подняла руку-то. Даже здесь и то с рука его. Ну почему? Ты никого не обличала. Ну это нехорошо. Ну кто-то может сказать, когда я урота, вот человека мы хороним. До того кроткий был, никого не обличал. Даже желающий мне добра никогда этого не скажет. Я не проходил мимо ни ебископа, ни митрополита, ни генерального секретаря в ООН писал обличительные письма. В ООН. У меня в подшивке это сохранилось. Так, а вторая проповедь была о чем? Две проповеди святого Иоанна Златооста. Сейчас мы слышали в храме. Противоположные. Казалось бы по смыслу. Да, подожди, просто скажи. Казалось бы, что. Казалось бы. Да, а вторая проповедь была о том, что если ты заметил, какие-то у брата грех какой-то, наоборот, ты его не неси дальше и не рассказывай о нем другим. Хамам грехи. Да, хамам грехи. Все понятно, садись. Так, я повторяю. У нас времени достаточно. Еще при батюшке шла бы служба. Прослушаем первую проповедь, потому что первый раз, когда в храме было, вы отвлеклись чем-то, горячо молились, она просто проповедь осталась за молитвой вашей. Так, пожалуйста, брат. У меня сборник, но я могу сказать, откуда взято точно, но не из какого тома. Псалом, беседа на 49-й Псалом. Поближе подойди, чтобы голос слышный был, хорошо. Давай. Когда некоторые не только не обличают грешников, но еще сорадуются им, это не меньше самого греха. Псалом 49-18. Когда видишь вора, сходишься с ним. Это причина всех зол. Это особенно вредит добродетели и ослабляет ревность многих к добру. Согрешающий может указать на крайность, сослаться на бедность, хотя такие оправдания неосновательны. А ты почему одобряешь сделанное им, даже не получая от того никакого удовольствия? Он может быть раскается, а ты затворяешь для себя и эти двери, отвергаешь и это врачевство, лишаешь себя и этого утешения, заграждая для себя со всех сторон путь к покаянию. Когда он увидит, что ты, не участвующий во грехе и обязанный обличать, не только не обличаешь, но и прикрываешь, и не только прикрываешь, но и содействуешь, то что он подумает о себе самом, что о сделанном поступке. Многие из людей часто не по одному собственному соображению судят о том, что должно делать, но и соображаясь с мнением других. Посему, если согрешивший увидит, что все отвращаются от него, то подумает, что он сделал великое зло. А если увидит, что другие не только не оскорбляются и не отвращаются, но кротко сносят и благосклонно обращаются с ним, то поправ суд своей совести при содействии одобрения многих неправому его мнению, на что он не решится? Когда же он осудит себя? Когда же он осудит себя и перестанет грешить безбоязненно? Пророк призывает даже неодушевленные стихи. Принять сильнейшее участие в плаче о всех вообще грехах. Иеремия 2.12 Подивитесь сему небеса и содрогнитесь и ужаснитесь, говорит Господь. И еще Исайя 24.7 Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхает, воздыхают все веселившиеся сердцем. Неодушевленные твари плачут, воздыхают и гневаются вместе с владыкою. А ты, существо разумное, не скорбишь, не обличаешь, не являешься грозным мстителем за божественные законы, но еще сообщаешься с грешниками. Минутку остановитесь. Поднимите голову, кто сидит. Уберите руки от лица. Сядьте прямо. Распрямитесь, как на уроках. Не пропустите ни одного слова. Дома тогда согнешься уже. Не пропусти. Для нас вселенский учитель старается. Не имея симфонии, он приводит в каждом месте, в каждой пропасть до 70 ссылок на Библию. Я Библию знал, не знал. На удивление многим. Но перед ним я ничто. У меня в каждой пропасть в среднем 35 ссылок на Библию. Выдержек. У него 70. Это другой масштаб. Так я по симфонии. По исковику легко могу найти. Тогда ничего у меня не было. Абсолютно точно припечатано. Скорбит природа, когда мы грешим. А ты молчишь, забился в угол. И причина-то одна. Чтоб тебе в ответ что-то не брякнули. Шкурный интерес. А он все больше творит и творит злодейство. А ты сообщаешься с ним, ходишь. Ты видишь, он что, разрушает все. И семья ему по боку, ничего нет. А ты добрые отношения держишь. А ты приди так, облечи, чтобы балки тряслися. Чтобы стены дымились у него. Видишь как, все поля горят. Пошел. Как же ты можешь получить прощение? Правда, Бог не требует мстителя. Не нуждается в помощниках. Но он хочет, чтобы ты был служителем его в этом деле. Дабы ты сам не впал в то же самое. Сделался целомудреннее от негодования на другого. И показал через это любовь свою к нему, к Богу. Когда другой грешит, а ты проходишь мимо, не обличаешь и не скорбишь, то делаешь свою душу более беспечную и склонную к падению. И приготовляешь ее весьма часто впадать в те же самые грехи. А тому немало вредишь свою неблаговременную снисходительностью. Делая для него отчет в будущем более трудным, и в настоящем делая его более беспечным. Это сказано не о ворах только, но и о всяком грехе. Так, вторая проповедь. Понятно? По первой скажу. Вот есть такое выражение. Будьте внимательны, не дремите. Встаньте на ноги, когда сон подходит. Ни один сонный в рай не войдет. Запомните, ни один. Во сне ни одна женщина еще не родила. Запомните это. Ни одна, какая бы она ни была. Царейство хоть кто. Это великий труд рождения души. Как можно дремать? Это рождение в душе твоей происходит. Ты не понимаешь, что все кончается. У меня в книгах постоянной нитью идет, просто как говорят красной нитью, что мы живем в необыкновенное время свободы, которой не было у России никогда. И ни в одном государстве не было. И этот дар 20 лет нам дан. Путаются вокруг Путина, там где-то Медведева, поносят их, обзывают. Ты за собой смотри. Ты у себя дома ума не дашь. А это пьянь да дрань. Как он уйдет в порядок, когда он Бога не знает? Одно то, что на каждом шагу хотя бы не арестовывает, за это стоит Бога поблагодарить. Что мы собираемся здесь, молимся. За правителей молитесь усердно, чтобы издавали добрые законы. И разворовано что-то нам досталось хотя бы за квартиру заплатить. Ну нельзя так беспечно. Даже здесь считаем проповедь Златоуста. Проповедь Иоанна Златоуста, Константинопольского патриарха. Четвертый век. И оттуда мы слышим его божественный глаз. Вторая проповедь. О чем? Как бы противоположно этому. Из 20. Я сейчас закончу, смотри. Христос сказал, если кто не отвергся себя, не возьмет крест и следует за мной, не достоин меня. На первом месте отвергнись себя. Если ты шага не сделал в этом направлении, какой ты крест понесешь? Крест обличения, узы, тюрьма, пленение, изгнание, болезни. Как ты понесешь? Ты себя не отвергся. Отвергся себя человек, он все принимает от Бога. Тебя обличают, а ты сразу, это Бог мне сказал. Бог меня любит. А не то, что, что сказали обо мне неправду. Мой авторитет подорвали перед начальником, перед женой, перед родителями. О чем ты говоришь? Это лучшие слова доказывают, что ты не умер для себя. Зазыхал, запомирал, зачасовал. Тебя Бог зовет. И зовет тебя не таким, каким ты хочешь остаться. А каким он хочет? В конце пути, чтобы ты был подобен ему. Ты постоянно ищи тех, которые истинные друзья. Не тот друг, кто медом мажет, но кто правду в глаза скажет. А правду не ты сам определяй. Обо мне сказали не так. Ну и что, что сказали не так? Сказали не так, как ли и Талия? Награду получишь от Бога. Блаженны, изданные правды ради. Блаженны, когда имя ваше понесут, как неугодное. Как будто никогда не читали. И он боится друг друга задеть. Да какая же это вера? Где это преображение во Христе? Где это отречение от мира? О Христе можешь не говорить. Ты его никогда не нес и не знаешь. Не успеет Бог кольнуть, скажи, пол дома уже таблеток. Ни одной таблетки в доме не держите. Они не нужны нам. Ко мне в лагерь каких привозили инвалидов? Все таблетки выбросим. К концу года лето выезжают розовые щеки. И играют вместе с ребятишками. Заморили себя химией-то. За эту жалкую жизнешку цепляются. Отвергнись себя. И болячки свои забудь. Как муж, говорит, любит жену здоровую, а сестру богатую. Слушаем. Из 29-й беседы на книгу Бытие. Если, открывший чувственную наготу отца своего хам, подверг себя проклятию и, лишившись одинаковой с братьями чести, осужден служить им, если не он сам, так все потомки его, то чему подвергнутся те, которые обнаруживают грехи братьев? И не только не прикрывают их, но стараются еще сделать более известными и через это размножают грехи. Потому что, когда ты обнаруживаешь грех брата, то не только его сделаешь, может быть, более бесстыдным и не расположенным к возвращению на путь добродетели, но и тех, кто будет слушать тебя, более укоренишь в беспечности и расположишь к упорству во зле. Мало этого, ты подашь повод и хуле на Бога. А какое наказание ожидает подающих повод к этому греху, всякому известно. Будем же избегать бесстыдства хамова, а станем подражать целомудрию скромных сыновей Ноя, которые они обнаружили по отношению к наготе отца и таким образом прикрывать грехи братьев не для того, чтобы располагать их к нерадению, но чтобы, напротив, этим сильнее побудить их к скорейшему освобождению от заразы греховной и возвращению на путь добродетели. Ибо для человека внимательного неимение свидетелей грехов его облегчает исправление. Напротив, когда душа теряет стыд и увидит, что ее преступления известны всем, то нескоро решится исправиться. Но как бы упав на глубокое озеро и увлекаясь множеством волн, все ниже и ниже будет уже не в состоянии всплыть наверх. Впадает, наконец, в отчаяние и теряет надежду на исправление. Посему прошу, не будем не сами открывать прегрешения наших братьев, никогда узнаем одних об них от других, домогаться увидеть наготу их, но подобно добрым сыновьям Ноя прикроем ее и постараемся исправить падшую душу увещеваниями и советами, напоминая ей о величии человеколюбия Божия, о беспредельной благости и безмерном милосердии его, дабы нам удостоиться большего, нежели сыновья Ноя, благословения от Бога всяческих. 1 Тимофею 2,4 Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, и не хочет. Иезекиелия 18,23 Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Это проповедь Иоанна Златоуста в конспективной форме. Вот он считал, каждая проповедь занимает, ну сколько, ну 6 минут, 7 минут. Проповедь Иоанна Златоуста в среднем, записанная только, то что записывали, скорописывали, далеко-далеко не все. Я взял в среднем, запустил в калькуляторы, проверил, теперь с греческим языком сравнил русский, насколько это длиннее, сравнил со своими проповедями, сколько букв, как он говорил, раздельно растянутые, или как, ну, в общем, учел, ну, что возможно только, как вот на детекторе лжи. И пришел к выводу, что в среднем его проповедь, каждая была 35 минут. 35, хотя иные проповеди были по 2 часа. Это писали скорописы. Вот моя беседа записана с Александром Менем. Она дописана до вздоха, до того, как ложечка в чайник там мутит, слышно даже. Это на магнитофон записано. А это скорописы, скорописы, ну, они пишали стенографисты. Тогда они нотарией считались. Вот он что успел записать-то? Там ни жесты его, ничего, нельзя увидеть-то. Тем более, если человек не знал писания, а это они тут же на выходе продавали, сразу записанное, люди ждали, ну, понятное дело, что и на слух они брали. Это потом уже отшлифовали, которые печатали, те места писания выбрали. Я знаю, как это. Раньше, когда не было никаких книг, мы слушали радиопередачи Манила, Филиппины, и я их конспектировал. Как только передачи, я сажусь, у меня бумага, и я начинаю писать. Он вместо писания называть, я оставляю для него четыре строчки, четыре строчки, то есть, за ним успеть, а местописание я потом допишу. Но у меня Библия, тогда Библии-то ни у кого не было. Мы это все вместе, даже если взять, да если он говорил еще не с короговоркой, как мне говорят, с ложеницинской скороговоркой я говорю, проповедь, то проповедь могла быть и больше. И однако, этого нам достаточно, что мы не должны разглашать грехи из чужих людей. Почему? Они разведывали грехи, с кем спал, что, то есть, а какие грехи-то? Решила они об интернете? Нет. Они разведывали грехи и узнавали, где что. И поэтому каноны, особо един канон есть очень интересный в церкви. Прелюбодей, изменник жене отлучается там, допустим, на 15 лет, но бывает даже на 8 лет, где он должен стоять, там слушающая, припадающая и, наконец, купное стояние и прочее. А есть люди, которые могли только слышать. И вот они это все понимали. И вот приходит на исповедь жена и говорит, вот случилось так, что я впала в блуд. Прелюбодеяние. Ее отлучить надо. А отлучить, а муж-то ревнитель, ревностный. Он ее сразу, говорится, пришьет. Евреи. И поэтому правила были такие. Не выходить ей. Она прелюбодейка, но никто не знает, священник-то на исповеди узнал. Она не выходит, она молится со всеми. А муж-то, когда там бывает, не бывает, он не знает, когда она прищищалась, зачем прищищалась, какое тебе дело, когда я там, как-то могла отговориться. Но она эти 15 лет не прищищалась, для того, чтобы он не поразил ее. Умное правило. Скрыть. А люди понимают, только написано не говорить. Ну вот я не хожу, ну пропускаю богослужение, вот я такая сижу, тут скукожилась, жмотом давно стала. Ну ты меня не обличай, не говори. Но мы впереди слышали. А одно, для разглашения греха, для того, чтобы человека сделать более бесстыдным. другое, когда ты должен обличать, для того, чтобы побудить его к лучшему. Вы хотя разберитесь здесь. Первая, пропасть прошла мимо, а вторая, вот это по сердцу мне, не говори обо мне нигде. А то, мой авторитет. Да какой у тебя авторитет-то? Откуда ты его взял, авторитет? С чего ради авторитета? На авторитет надо работать. Мне лично говорят, ну конечно, на вас авторитет ваш работает. Вас все знают, много печатаетесь, там по радио. Это разговор, я на авторитет работал. И поэтому, если напечатано у вас здесь мое имя, фамилия, так потому что мы оставляем книги, мне привлечь их к интернету. Там, здесь, прям здесь и то завидуют даже. Ну поставь свою фамилию, распространи где-то. Что я буду указать? Город Барнаул? Или Потеряевку? Речь идет, что через мое имя люди приближаются, узнают. Он ищет эти книги, как он заряжает, к нам приходит, и говорит, как нашел? Я, говорит, зарядил ваши лапки на гнать, и меня сразу на ваш форум выкинул. Ну тебя зарядят, зарядят, еще ты, ну зарядили, дробат еще. И на одном месте будешь стоять, я заряжу тебя, но нигде ничего нету. И даже в этом деле умудряются позавидовать или как судить. Мне эта век не нужна, сгинена эта, если это слава является. Это бесчестье. Нас будут вылавливать. А ты можешь остаться дома. Возвращаясь к первому. Мы готовимся. И вы готовьтесь. Нам нужна материальная база. Мы практически все. Машина стоит. Евангелие Игорь еще купил. Игорь, а кто за второй заезд ты зовешь, рассчитывается? За вторые? Второй Евангелие. Частично братья, брат Севастьян вкладывал там. И немного. До конца довести, его освободить, если он что брал. Дальше. За эти вот объявления я 14 тысяч заплатил. На того стоит. Другое, что вот эти красивые сделал. Этот человек говорит, я хочу остаться инкогнито. Но инкогнито, значит, не сделать его известным. Это его такого же размера 13 на 8. Вот она где есть. Видите? Какая красота. Ну что скажешь? Красота. Красота, конечно. Ну возьмите по одной, кому надо там кого-то пригласить. Но надо к библиотеке приглашать-то. Не просто так. Видите? И как сделано. Красная, синяя, белая под знамя, под флаг. Мы поедем. Какие самые трудные вопросы у нас будут? Так, шофера, встаньте в очередь за Николаем. 7 июля кто поедет? Не меньше, как на две недели договариваются. Вадим, ты напрасно отказываешься. А тебе опять свидетельство, что хороший шофер. Тебя Бог более благословит. Я если уйду, у меня работа, я потерю. Я говорю, Бог благословит. Напоминаю про один случай. Когда умер старичок, один, и стали о нем вспоминать. А он, ну что, давно старый, ходил с палочкой, ничего нету. Ну какие-то, вот я про Надежду Павловну сказал, какая она была ревностная. А тут вспомнили одно. Он говорит, никогда не пропускал богослужения. Как? И ни разу. Все говорят, ни разу. Да как так? А сколько у него ребятишек? Семеро. А внуков, сколько это? А внуков 28. Они приезжали, да, приезжали. И он не пропускал. Нет, а бывало, что приезжали на один день и уезжали. Он говорил, ну подождите меня, я схожу, помолюсь, потом приду. Он никогда не пропускал. А нас могут это сказать? Ты для Бога что-то пожертвуй. Ты же знаешь, жизнь-то прошла не совсем по-христиански. Не платили десятину некоторые. Нет благословения. Еще раз повторяю, самое легкое благословение от Бога получить по двум пунктам. Благословляй еврейский народ и плати десятину. Все остальное у тебя пойдет как надо. Благословение в семье, почтение детей, родителей, верность жены, работа. Вот все буквально на этом висит. Я уже только постепенно дошел до этого. Благословение еврейскому народу все время вымоливаю Бога, чтобы они познали Бога, обратились. А не в том, чтобы больше нас грабили. Чтобы они захватили все места и Россию растерзали. Не об этом молиться надо, а чтобы этого не было. Чтобы они любили Россию, живя в России. И чтобы они обратились к Богу. Все эти Чубайцы, Абрамовичи, Березовские. Чтобы они в вечности были со Христом в раю. Я вам как-то говорил, был генеральный прокурор, это большая должность в России, скурата. И он бы беседовал с Борей, Абрамовичем-то. И говорит, а почему же ты в Израиль-то не едешь? Он говорит, мало привлекательного. Проснуться утром и думать, как в этой стране 6 миллионов жителей в Израиле только и думает о том, как друг друга обмануть. Это говорит еврей. Это печатает газета Центральное Известие. Разговор с генеральным прокурором. Но он искренне ответил, как есть. И мы должны молиться, чтобы в этом народе не было обмана. Чтобы они Бога познали. чтобы они обратились к тому Мессии, который пришел к ним. У меня крестник Наум Израильевич. Отец Наум. И когда его спрашивают, а какой вы нация? Он, да я той же нации, что мой Господь. Я не могу так сказать. Это мой пришел Спаситель, Божий Сын. А он говорит, обещанный моим пророком, к моему народу пришедший Спаситель. Я так не могу сказать. Мы едем, и нам нужна помощь. Молитвенная в первую очередь. Молитвенная помощь будет заключаться в том, что нам будут люди где-то что-то давать, кто-то пригласить ночевать. Я заботюсь о том, где мы будем ночевать. Вот проснетесь ночью, но знаете, дождь, что мы где-то в степи. Мы будем далеко от дороги прятаться в лесополосах. Где-то там готовить до вечера, чтобы ночью ни один огонек от нас не был. Я знаю, как сохраниться. Сережа едет с собакой, которая у нее две, но особенно злобную берегу, чтобы хотя бы проснуться, помолиться перед смертью. Куда едет, мы не будем говорить точно. Но заранее могу сказать, что едем за пределы края. А уже будет осень, когда совсем коротко, тогда будем где-то поближе здесь. Пока Бог позволяет, будем более северные районы брать. День длинный. А будет день, я уже все обдумываю. Короче, значит, более южные стороны займем. Нам нужен шофер за Николаем. Братья, мне даже уходить неохота, сегодня пока не скажете. Кто сядет за руль? Ну? Игорь, попросите еще, после того, как вернемся с первой поездки, на второй вы выбрали шофера. И тебе равных не будет. А? Молодая жена, благослови его. Ну, видишь как, скукожили шмоты. Там не от меня зависит. А? Это не от меня зависит. Не от тебя зависит. Зависит. Ночная кукушка перекукует дневную. Ну, что? Ну, со стороны мы не можем нанимать постороннего человека. Так, вот на той стороне у нас сидят два шофера и оба молчат. Вадим, ты вот подумаешь, что тебя Господь призывает. И твое прошлое начнет выправляться. Бог силен все сделать. Но ты для Бога покажи это. Скажи, я это делаю для Христа. Для душ, которые ничего о Боге не знают. Мы проникнем далеко за пределы Алтайского края. И вы до самой осени, пока я не приеду сюда 10-12 октября, молитесь, как о путешествующих и благовествующих. И все время откладывайте здесь средства среди Зедмилу Степановну. Она у нас тут кассир. Деньги на бензин. Я говорю, что осталось тут посуду. На посуду покупали, 4 тысячи отдал. Это тоже мое. Они ниоткуда не восполняются. Пенсия 5 тысяч. Побегу на днях. Может, там еще 5 дадут. Денег нет. Но у нас есть любовь к Богу и Его благословляющая десница. Мы раздали все и не остались брошенными. Я вспоминаю всегда рассказ у Тургенева, нищий. Один человек любил раздавать все и, наконец, у него несчастье, пожар украли, и он остался ни с чем. и он стал просить. Вышел на дорогу, просить надо, а рука не поднимается. Он все время давал и давал, а теперь просить надо. Он, когда он протянул руку, тот ближе подходит, он руку убрал, стоит. Дело к обеду идет, он еще ничего не ел. И, наконец, протянул руку, человек подошел и положил ему совсем малую лепту, но это как раз хватило купить хлеба. И он заплакал. И слышит голос сзади, я за тобой наблюдаю, и гляжу, тебе стыдно руку протягивать. Он говорит, да, стыдно. А люди, которые тебе протягивали руку, ты думаешь, кому-то не было стыдно? Ты благодари Бога, что проходишь этой долиной скорби, печали, уничижения. Бог тебя любит. Он обернулся, никого нигде нет. Тургенев вот такими маленькими эскизами, Иван Сергеевич любил писать, но здесь, ну каждому буквально, каждой душе. Я с шапкой по кругу не пойду. Во-первых, меня не будет, а во-вторых, зачем? Я назвал, кому вы отдадите. Вон Людмила Степанова, вы ее все знаете. Это наш казначей, абсолютно честный человек, тем более, по дому закончилось все, по дому закончилось. Чуть самое главное. Один год и 11 месяцев шло оформление земли. это сколько же там паразитов нацеплялось. В Москве, чтобы дом оформить, там перепродажа, 264 подписи надо. Там 70 с лишним организаций, а нужно только 4. 4. Я расписываюсь, я продаю. Он покупатель и два свидетеля. Все, про хриме. Я говорю, 4 человека. Больше ничего не надо. И что вы думаете, заплатила она 65500 рублей. Ни за что. Ну там батюшка помогал, что я не давал. У меня и нету. Батюшка это затеял. Зачем? Если что-то случится, а тебя не будет, нам не оформят. Ну может быть, действительно так было. Чтобы могли ему построить каменное здание, здесь потом, ну не деревянное, более неуязвимое. Ну вот Бог так сделал. Я там был, в этом реестр-центре, там смотреть нельзя. У одного как-то было, говорит, подзаключенный, ваше последнее слово. Он говорит, дайте мне автомат, и я скажу мое последнее слово. Вот я этого человека всегда вспоминал, когда смотрел, сколько их там нацеплялось. Я даю документ с синей бумажкой из суда. Они говорят, пусть нотариальная контора заверит. Да нотариальная контора, разве может быть выше краевого суда? Безумие полное. И я иду, и снова должен, а почему у них договоренность? Договоренность. Они делятся между собой. Мафия. Вот это и есть мафия. Вот это и есть коррупция. И вот они сбились в один кабинет и рассуждают. Эта печать есть, а вот эта есть. А на эту печать тебе надо еще печать получить. Надо туда идти. Это даже не придумаешь. Это территория, разделей пополам. 7,5 тысяч за одну, а здесь одна территория. Гейдезист не приходит, но он пишет, еще 7,5. И это будет только полгода. А остальные тянут и тянут. 6 месяцев прошло, теперь надо возвращаться Гейдезист. Он говорит, у вас на 5 мест, а по-новому вызывают 15 тысяч. То есть они день и ночь сидят неработающие и думают, как еще обмануть. Так еще какой кабинет поставить? И я у них там посчитал, где там есть тысячу 80, кажется, квадратных метров только прихожая. Резцентры. Это как же надо придумать 50 кабинетов только, которые вот так вот по окружности здесь. Это нельзя ничего сделать. А Китай придет и берет, и моя земля сразу отошла от меня. А вы на одном этаже были? А? А вы на одном этаже были? Внизу еще такой же этаж у них. Не был я там. Так там она же и шишка. Там земля, там земля. Ну не знал я. Простите, это данные мои не точно. Внажайте наоборот. В разрыв. И таких кабинетов, с кабинета кабинета я не выдержал. Однажды в БТИ и говорю, мне к начальнику, так вам же поставили печать, мне к начальнику, меня провели. И я стал с ним беседовать. Это не БТИ, а там где-то в Реосенте, там еще другое здание, которое поближе здесь где-то. Я говорю, как вы Бога-то не боитесь? Вы же за все будете отвечать. Это все пустое, это не нужно. Да я знаю. Как? Вы знаете? И он оказался мужик-то прям нормальный совершенно. Но ему должность дали, он получает. Ну где Абрам, там Иссару пристроить надо. А видишь, там Исхак подрос. Современный, конечно. Разве можно так над людьми издеваться? Кто ж эту Родину защищать-то будет? Клещей весной не знаем, как избавиться. Одну бумажку я не могу никак оформить. На ней стоит 100 печатей. Как заграничный чемодан весь обклеенный и все. И наконец принесли. Так я еще не знаю, боюсь открывать, все ли правильно. Все ли так. А вот знаете что? В начале, когда мы начали оформлять, сюда приехал риэлтор и она заплатила 25 тысяч. Я говорю, ничего себе. Мы ее оформим за 2 тысячи. Оформили? Так может быть надо было ей отдать? Нет, 25 тысяч она только за свою работу просила, за то, что бегать. Ну мы не проиграли, что 65-то? Нет, конечно. Там больше вышло бы. Ну если бы она делала дольше, больше обошлось бы. Ну ладно, тогда я хоть спокойно буду. 65 плюс 25 еще было бы. Ну ладно, ладно. Я думал, что это за все она так бы. Так, ко мне вопросы. Игорь Тихонович, У меня не вопрос, у меня как бы вот предложение. Сегодня были две такие интересные проповеди. Они вызвали даже недоумение. Некоторые у меня вначале, когда я слушал вторую проповедь, говорю, думаю про себя, ничего себе, как это заместить, две такие проповеди, противоречащие друг другу. Но потом я уже понял и сразу же здесь я вспомнил о том, что нужно обличить человека, если у него есть грех. И если он принял твое обличение, то ты приобрел друга. А если нет, то тогда уже возвести другим людям. А если ты разглашаешь, вот сразу увидел и сразу разглашаешь, то это и есть хава в грех. То есть я для себя это сразу на места все поставил. Но для детей-то, вот я хочу о детях сказать. Дети ушли, не слушая проповедь. О проповеди, вот мы сейчас, я попрошу помолиться о моих детях, потому что духовное состояние моих детей, у меня их трое теперь, Никита, Сергий, Анастасия, ну, желают оставлять лучше, мягко говоря. А почему? Потому что, наверное, где-то я пропустил, где-то подал, может быть, соблазн своим поведением, своим действиям. Вот сегодня также неактивно был здесь, когда говорилось о том, что нужно нести объявление в редакции газет. Но вот, когда дети слушают проповедь, то родителям, мой совет, нужно дома с ними поговорить, о чем была проповедь, та или другая. И коротко, но донести на их уровне, донести главную суть этой проповеди, чтобы они воспитывались, чтобы они вникали в Слово Божие. Не просто так они отстояли, когда вот говорят, что проповедь, значит, у них уже вырабатывается рефлекс. Начали проповедь читать, они уже все, уже упали. Тем более, когда у нас вот такое богослужение, как так называемое апостольское. Короче, у нас служба и проповеди короткие. Ну, почему не послушать-то? И потом еще и поговорить с ними об этих проповедях. Я об этом не раз говорил. Когда я говорил проповеди, а иногда так, батюшка что-то затянет, а я говорю проповедь, аминь, и сразу говорю, начинай вторую. А батюшка тут уже никак не вклинется-то. Я все равно две проповеди скажу. И дети так же падают, я сказал аминь, они все стали молиться. Стали молиться, а я начинаю вторую, они снова бегут на скамейки и падают. К этому приучили, я тоже ничего не мог сделать. Ну, там-то в одном месте удобнее стоять, и я не против, что сидят. Ну, чтобы они слышали, чтобы кто-то там им как-то побуждал их, чтобы они слышали Слово Божие. Как так? А написано, согрешающих обличай пред всеми, чтобы прочие имели страх. Это никогда не поминается. Не судите, не судите. Сегодня слово не судите, а один смысл имеет. В устах священников. Не трожьте попа, не трожьте священное начальство. Все. А что друг друга сгрызаете, поедаете, он этого как будто не видит. Главный грех не в семь веке, не в будущем, не простится, если ты священника тронешь. Сказал ему, а почему, батюшка, не проповедуешь, а почему вот то-то... Ну, то есть, жизнь на страшный соблазн. Они ужасно это не любят. И вот сейчас, вы не думайте, что все заглохло в патриархии. Там идет работа против меня. Они не знают, что делать. Мы создали вот этот момент, о котором я говорил. Мы признали благодатность, можно причащаться и в то же время не входим. А они на уровне, на самом высоком патриарха не прорабатывали такие варианты. И они правильно рассудили. Все расползлись в разные юрисдикции, другие влиялись в патриархию. Мы одни остались, одни, на всю Россию. Все, больше никого нет. И они ничего не сделают. Почему? Потому что мы реальную программу говорим. В таком виде, как вы делаете, это не православие, во-первых. То, что вы проповедуете все за деньги. И не проповедуете тоже за деньги. И то, что народ ничего не знает, и в обрядоверие все выразилось, ничего нет. Вот мне пишет человек. Я приехал в город Тулу. Он семинарист. Сколько разных сект он их перечисляет. Какие большие собрания. А у нас храмы строят. Храмы пустые. Одни бабушки. Никто ничего не знает. Это в каждом городе. Если патриарх Кирилл сказал, что состояние церкви духовное развалено. Он очень умный. Он понимает это. Но он, я понимаю, как нерожденный свыше человек, он не понимает, где искать. Если бы он это знал, я так думаю, он бы к нам приехал сегодня и здесь побыл. Зачем он вокруг себя держит людей, которые блокируют и не допускают нас к нему? Я ему послал трехтомник. Наговоренное. Наговоренное про наш форум, сайт. Вполне мог бы. Они еще не понимают. Православие как таковое практически уже окончилось. А вот это то, что ходят с властями, дают деньги. В Москве поставили план новых 200 храмов построить. Вы знали, что там делается? Детские сады кое-где убирают. Народ ропщет. Они такую ненависть вызывают. Кому строить-то, когда эти храмы пустуют? 200 храмов еще. И сейчас везде вот это как, ну раньше было-то 100 дней для премьер-министра, 100 дней. 200 храмов. И прямо кипит интернет. Ну зачем эти храмы? Зачем? Среди многоэтажек надо построить, чтобы выше было. Да никогда выше не построить. Зачем он нужен, храм-то? Если духовный храм человек заброшен, им никто не занимается. Каждый трясется, чтобы его только не тронули. Нам нужен пророческий глаз. Вы откройте Библию, посчитайте. Пророки не смотрели ни на какие авторитеты. Они заботились столько об одном. Как услышать глаз Иеговы и ответить по слову Иеговы? Все на этом. У них другой цели не было. А сегодня десятки раз по разным программам, колоквами, консилиумами, где угодно крутят, но только до сердцевины не доходят. Дайте Христу место. Обратитесь ко Христу. Все канет, все минет. И нам возврата на сегодняшний день уже не будет. К шоферам сразу спрашивают, кто поедет вслед за Николаем седьмого. Ревнители. Игорь, ты понимаешь, что на первое место опять выходишь? Доживем, Игорь Тихонович, пока. Нет, ты начинаешь сейчас думать. Это вот ты все время откладываешь Женю Ничуху. Для меня это уже не работник. Я-то должен знать, если твердо нет, я начинаю с другим работать. Я расшевелю его, приду Николаеву, Польгуеву, поставлю палатку и буду жить во дворе. Через 18 месяцев. Через 18 месяцев. Я имею ввиду, и на 12 пойдем. Вот и я имею ввиду, 18 месяцев и 4 дня осталось. Вадим, ты смотри на тебя, какой взор направленный. Ты просто пришел и ушел. А так ты где будешь? Все вернуть Бог силен. Это благословение тысяч людей, которые люди за нас Бога благословляют. Сегодня мне уже в интернет скинули, понимаете? Просто так-то, ну, детям какой-то пепсиколу купить, говорит. Да она никуда не годна, пепсикола. У нее, говорит, ржавые гайки положи, говорит, они к утру будут блестеть все. Кислота. А ты положи душу туда. Душу. Прям выскочи, скажи, я пойду. Я. Меня избери. Давай, ты что ли? Моего сына, можете взять, если он... А? Моего сына, я побеседую, можете взять? Ну, он шофером? Ну, он хороший шофер. Ты за него вручаешься? Да. Он будет подчинять, и не курит? Ну, так ты сама понимаешь. Если он курит, то какой у вас? Курит. Никакого. Абсолютное полное подчинение уставу, которое у нас будет. Так, ну что? Да, конечно. Конечно. Давайте, ну рекомендуйте хотя что-то. Нет, конечно. Сам себе. У меня другой вопрос. Ну? У меня другой вопрос. Митя, ты могла бы поговорить с Митей? Нет, надо это. Ладно, сына твоего я бы взял. Ну, не знаю. А ты поговори. На недельку. На меня выведем. У меня другой вопрос, можно вам? Давай. Игнатий Игнатий, во-первых, ход по лагерю. Я еще продолжаю по лагерю, потому что близко время. Нужно продукты. Витя мне сегодня, вернее сказать, во вторник передаст, что нужно там из продуктов еще. Нам нужно купить продукты. Мы на голубую кочку едем. Поэтому как с деньгами, я не знаю. Деньги будут от детей. Деньги вернем. Деньги покупают, то, что я возьму у детей. Ну, пока. Когда это что будет, неизвестно. А сейчас нужно уже будет... Ну, соберитесь, деньги вернем. Вот. Это один момент. И потом. Кто поедет сейчас? Это прямо сейчас нужно решить. Кто поедет. Так вот, Марина занимается. Где Марина? Пока ходит лагерь. Когда? Надо бы кто-то, может быть, отвезет желающих поехать. Чтобы не так, как мы не соберемся. Машину погонят. Сюда потеряются. Вот давайте в какой день никто поедет. Потому что иначе мы приедем... Во вторник, 12 июня. Нет абсолютно. Вот представьте. Во вторник, 12 июня, в 8 утра отсюда машина отходит. Если детей будет больше, я иду в городской администрации, прошу газели. Геннадий Тихонович, вы на этом, а я на другом. Нужно все посушить. Нужно посуду приготовить. Нужно побелить кель. Там ребята сделают все. Не сделают. Попросят. Они уже обратились. Они просили поехать. Надя, почему не едешь туда? Вот сидит рядом. У нее двое больных на ней. Так, Нина, ты могла бы поехать подготавливать туда? Ну, мне нужно. Ты не держи своего этого мертвого-то. У Оли помер, она свободна. Чем больше ты дома, тем больше... Он больше препятствий. Бог его сметет просто и все. Я просила молиться за нее, Ольга Симоненко. Просила молиться за нее. Она сама стала водить машину. Но пока еще какой она шофер? Кто? Оля Симоненко. Видимо, сестра. К родителям едет помогать им, тоже там старики совсем. Просила помолиться, что она вот в дороге, чтобы за нее помолились. Знаете что, если ни одного шофера не будет, вот ни одного. Сергей Павлович, ты тоже шофер? Сергей Павлович шофер. А в Потеряевке водителей нет? Нет, Виктор получает в июне, уже получает права. Благовестие будет все равно, но, конечно, не на том уровне, как мне хотелось. Мне вот Николаеву, Николай Павлович, вот я понимаю, Вадим, ну, этих людей-то опыта еще нет. Там постоянно потребуется... Давайте решим, кто едет, и на какой машине, и когда. Кто? Вы опять уводите в сторону. Обожди, детей везти? Лагерь подготовить, не детей везти, а лагерь подготовить. Я сказал, в лагерь, если будут дети, сегодня мы идем к памяти Купушкина. Кто может, придите там, помолитесь, помочь. Да вы не понимаете, Виктор, объясните, пожалуйста. Берите в лагерь надо. Я еще не пойму, еще и надо. Она подготавливает в лагерь. В лагерь порядок уезжает. Ну, я и говорю, езжайте. Кто езжайте? Ну, кто, ну, что? Никто не едет. Ну, кто вы сидите здесь? Давайте я поеду туда. Я не согнусь туда, не залезу. Если никого не будет, поедет Витя, а я останусь в лагере. На благовестие. Я говорю, вот, сидите рядом, ну, бери. Не извините о другом, а? Вы о другом говорите. Да я слышал, нечего говорить об этом? Об этом надо говорить. Какая кейля есть, туда и зайдем. Ребята поберутся. Никакой нет. Они просили, обратились за к нам. Они просили, вот и делайте. Пожалуйста, если никого нет, все равно лагерь будет открыт. Я обращаюсь к вам. Вы переводите. Ну, хорошо, скажи, на моем месте, как бы ты сделала? Так, Галина Кубайкина. Я обращаюсь. Вставай, езжай сегодня. Я не могу так сказать? Я не могу, я просто пример говорю, сиди спокойно. Так, я не могу Вале рядом сидящий сказать. Валя, бросай и поезжай. Ну, вы же слышите, что нуждается церковь. Не могу сказать вам, сидит Сынгаево. Поднимись, сходи, съездь и туда. Татьяна, что сидишь зря дремлешь? Рядом сидит вон. Ну, смотри подряд, какие силы. Ну, что сидишь? Нина, ты могла поехать? У меня муж лежит. Я за хлебом не могу сходить из дома. Лежит, лежит у нее муж. Лежит, пусть лежит. Что только у него-то? Один лежащий, двоих стоящих задержал. Закрой на замок и уйди от больного. Да, ну, так тоже не надо рассуждать. Ну, поговори с кем-то, кто-то будет. Что вы так уперлись? За вас я буду решать ваш вопрос. Скажи ты, когда нужно куда-то ехать, ни больные никто не держит. Сами по себе куда-то поехать. Смотаются на другую страну даже. Смотришь, вернулся в Керманию. Сдумала, во Францию поехала. Хоть куда едут. Главный-то вопрос, до неба дойти. Что я буду ваш маршрут вымерять, что ли? Я могу сказать, в моей жизни ни разу не было этого совета. Я никогда не советовался с плотью и кровью. Я еще раз напоминаю вам случай, со мной был. Мне, я работаю в советское время, вы знаете, я работаю. Если два дня не на работе, то у неядец и в тюрьму. Тем более я на таком учете. И вдруг извести, и Аким у меня, брат, он в армию, и там пошло у него не так, как в мире говорят, заколбасил. Я в кусы проплакал на работе. Пришел, сказал в обед, я выезжаю, как выезжаешь? 12 дней отработки, с работы не уйдешь. Я сказал, все, инструмент сдал, подошел к секретарю, я уезжаю, что завтра меня на работе не будет. И вечером я уже в поезде, колеса стучали. Приезжаю в Москва, пробираюсь в воинскую часть, я не знаю, через забор или как я полез, и жил внутри воинской части, пока брат не встал на ноги. Опять перелез, вернулся, все, стоит на месте. Сколько вам было лет? А? Сколько вам было лет? Ну, сколько мне было? Сейчас я могу сказать, ну, где-то 20, наверное, 6-7. 26-27, а вы сейчас обращаетесь к старухам по 75 лет. Не только старухи, там молодые есть. Старухи по 75 лет. И мы бросимся и поедем. Ты можешь поехать, нет? Ты молодая, езжай. Что ты говоришь? Работает. Да зачем он работает? Дело не в работе, ребята. Еще раз говорю. Я говорю, в советское время, работа тронуться нельзя было. Меня с трудом устроили. Если один день не выйду на заметки, два дня уже арестован. Вы маленько себе накачаете, такое, что нельзя так спать, говорит, рот с открытым корытом. Ну, не буду я к Чернявской обращаться, она ходить не может. Да мы все ходить не можем. Вчера храм вымыли, сегодня я на ночь таблетку выпила. И утром встала, выпила, прежде чем сюда идти. И я поеду в лагерь. Сергей Радожки говорит, все заняты, один я свободный. И так все. Все. Старушня сидит. Будет побелено, и лагерь будет 12-го открыт. Это для себя имейте в виду. Хотя бы не забывайте это. Но как лагерь открыть, если у нас один Виктор Николаевич, вы на него 33 обязанности. Два, Володя, двое. Володя едет с вами на благовестие. А ему еще надо хлеб печь. А хлеб печь он о детях вообще забудет. Правильно. А дети для чего едут туда? А дети у вас один человек старенький даже поедет. Бог найдет. Игнатих Иванович, но лагерь для того, чтобы духовного застали. В прошлом году говорили точно так же. В позапрошлом точно так же. Лагерь, работать некому. Год прошел. И чем дальше мы идем, тем лучше. Бог сделает. Берем детей для того, чтобы они там мерзли. Хорошо. Один работник у меня сейчас скажет. Секретенбург. Сейчас я сегодня сообщаю. Второй из города Омска. Но я не говорю, не разрешаю. Они просятся для работы. Потому что у нас свои есть. Эти люди еще не проверенные. Но православные. Я это могу сегодня к вечеру уже выправить. Но я трясу-то вас. Своих родных, близких. Плоть от плоти. Да вы трясете старух. Ладно. Хорошо. Тебя не странно, если тебя старуха считает? Я сама себя считаю старухой. А я не считаю себя стариком. А мне 73 года. Если кто-то назовет где-то дедушка река, я говорю, а ты к кому обращаешься-то? Что больше я этого не слышал? Что это такое? Дедушка, бабушка. Для Христа нет возраста. И написано, влеки меня, и мы побежим за тобой. И тем не менее, вы сказали, больным мне в лагере не нужны. Не нужны больной. Вот и все. Я говорю, лежать не может. Лежать не может. А если она может, приехала, говорит, я могу только сидеть. У меня была Антонина Сироткина. Пожалуйста. Пожалуйста. И она говорит, сидит, ребятишка мне играет. Она наблюдает. Все под наблюдением. Там больше не надо. Раиса Николаевна, готова? Я два года назад приехала с открытой душой. Хотела помочь. У меня такое было желание. Все. Но вы через три дня оттуда меня так пужанули, что мне теперь даже вообще нехорошо. Без разборки. Ошибка была с вашей стороны. Я ходил с Ниной, мирил и прочее. Значит, повторяю, в лагерь ехать людям, которые отверглись в себя. А не то, что по подозрению, а тебе что-то сказали, и ты выявлять будешь три дня, там это не пойдет. Я не удивляю. Сейчас ничего не надо. Это было... Ну что, возобновить картину эту? Ничего не выявляю, не хочу выявлять. Вы знаете, о чем она говорит, Раиса Николаевна? Нет. Я не растаю. Не знаете? Ты не надо ничего говорить. А зачем ты не наживаешь? Знаете? Ничего не надо говорить. А надо говорить, потому что ставишь в укреп. Я раз... Да я ничего не упрекаю. Я просто говорю, что я... Речь идет о том, что в лагерь проник человек, и я узнал позже времени, у которого на ногах грибок. А ходим в одну баню. И не проверился. Я спрашиваю, ты ходила в баню? Ходила. Да как же ты посмела у меня дети? Я все виходки на солнце прожаривать, проверять. И я сказал, и сказал мне о ней, у ней болезни никакой нету-то. А она это восприняла на себя, и отсюда все пошло. Уже извинялись, говорили, зачем ты такая мнительная? Зачем? Тот человек сразу выехал, его не было. У меня было, что числоточного ребенка прислали. Ну и что? Надо смотреть на концовку. Я обязан о детях заботиться. У детей справка, нет кожных заболеваний. Причина-то в том, что чрезвычайно мнительность. Обо мне что-то сказали, мой авторитет унизили. Не надо об этом думать. Да я даже нисколько не авторитет. Было это, Раиса Николаевна, было. Слава Богу, слава Богу. Так, говори. Игнат Ильич, а может быть обратиться, вот побелить внутри-то кельи, там Евгения Дмитриевна живет. Одну келью в день, не надо... Хорошо, сегодня звони ей, результат скажешь. Идея хорошая. Люба есть там. Ты знаешь, у меня кто... Люба сейчас огоритет. Нина. Какая Люба? Доминаева Люба там есть. Доминаева Люба. Нина. Доминаева Люба там огоритет. Я знаю, я могу, если... Вот у нее есть такая... Все говорит. Я вот позвоню сегодня Евгению Дмитриевну и попрошу ее. И она пойдет и сделает. Пожалуйста. Пойдет или нет, ты не знаешь, но ты позвони. Пойдет, пойдет. Потому что она такая... Я не знаю. И мы можем туда не ехать, готовить. Можно не ехать? Она в день, она управится. И даже не будет... Вот с детьми будем готовить. Пойдет и сделаем. Ее хоть сколь долбить. Ну, дети без воспитания. Какие дети сейчас? Дети какие-то? Ну, руки нет. И кто будет так что-то делать? Я еще не с детьми, вы только вылезли со мной. Не бежит, я не знаю, ничего. Я приехала даже не первая, когда я пошла. У меня было время. Все правильно, и с детьми, и с кустами, и раз, раз, келью. Я приготовила, вычистила, выманась, и победила. Очень так же. Кухня была только внутри, на сверху. Я ее все выделила. Собрание-то идет или что? Идет. А каким образом? Кто его ведет? Кто его ведет? Братья, позовите мне пока сказать.